МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С добрым новым 2017 годом, дорогие друзья! Рада вас видеть в это прекрасное сказочное утро на телеканале ТДК-42. Ну а с вами Айгуль Туружбаева и Олег Великий. Новый год мы уже все встретили. Впереди нас ждет еще очень много праздников. Ну а сейчас просыпайтесь, дорогие друзья, и вперед совершать великие дела. Здорово, Олег! Ну а в ближайшее время наших дорогих телезрителей ждет рецепт невероятно вкусного завтрака. А также по традиции мы дадим несколько полезных советов. И много-много интересного вас ждет впереди. Не переключайтесь, будьте с нами, будет интересно. На календаре 4 января. Айгуля, ты знаешь, что этот день богат различными событиями. Например, 6 лет назад, 4 января, в свет вышел сборник стихов замечательной поэтессы Нагимы Турмановой. В книгу вошли стихи о родных местах поэтессы, о родине, и о единстве и согласии народа. Замечательно, Олег, и ко всему прочему я хочу добавить, что именно в этот день, в 1985 году, был рожден первый ребенок от суррогатной матери. Роды состоялись в одной из клиник северного Лондона. Айгуля, я еще добавлю, что в 2010 году в Дубае был официально открыт самый высокий небоскреб в мире. Его высота составляет 828 метров. Замечательно, Олег, вот на такой положительной ноте мы и начнем нашу разбинку. С добрым утром! Сегодня утро наше будет в индийском стиле. Манны, манны! Манны, манны, манны! Манны, манны! Манны, манны! Манны, манны! Субтитры сделал DimaTorzok До скорых встреч! Например, шарлотку. А как именно ее приготовить, мы покажем в следующем сюжете. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, Сергей. И сегодня мы будем готовить десерт с утра. Самый быстрый десерт – это у нас шарлотка. Ну, поехали. Так, для этого нам понадобится 4 яйца, 1 яблоко, стакан сахара и 160 грамм муки. Ну, можно по мерке стаканами верить. Так, ну, давайте начнем. Яйца разбиваем. Просматриваем яйца, чтобы не было осколков. Добавляем сахар. Сыпайте все прям, не жалейте. Ну, начнем взбивать венчиком, либо миксером. Ну, сегодня будем взбивать венчиком. Взбиваем до белой массы, воздушной белой массы. Перед тем, как будем взбивать яйца, нам нужно сначала подготовить яблоко. Сначала. Удаляем сердцевину. Осторожно пользуйтесь ножом, не порежьтесь. Все, яблоки нарезаны. Вот такая масса у нас получилась. Воздушная белая, как я вам говорил. Берем муку. И потихоньку всыпаем. В принципе, можно сразу все приготовить. Не забывайте помешивать. Предварительно смажьте форму растительным маслом. И подготовьте. Либо противень. Добавляем яблоки. Все, наша шарлотка готова. Мы полили ее топином, но вы можете взять варенье, обычное клубничное или малиновое, на ваш вкус. Все, приятного аппетита! Айгуль, вот Новый год уже наступил. Скажи, ты расписала уже свои планы? Что ты будешь делать в этом году? В принципе, я считаю, что это правильно. И намного комфортнее, когда идет все по плану. В этом, Айгуль, я с тобой соглашусь. Я тоже так считаю, что когда у тебя все распланировано, это намного удобнее. Пункт номер один. С чистого листа. Да, как бы банально это ни звучало, сколько раз бы об этом не говорили и не писали, мы тоже об этом скажем. Планируйте и записывайте. Это может быть страница в вашем ежедневнике с четко сформулированными планами на Новый год или более масштабная карта желаний. Но самое важное – это обдумать и зафиксировать то, какие пункты вам хотелось бы выполнить в Новом году. Можете делать разбивки на месяцы, кварталы и полугодия. Но главное, каким бы простым ни казался вам этот пункт, просто возьмите и создайте этот список. Пункт номер два. Перезагрузка. Как ни крути, у каждого из нас есть то, что мы не успели сделать. Начать ходить в зал, например, прочитать какую-то книгу, съездить в незапланированное путешествие, записаться на курсы, научиться готовить и так далее. Найдите такой пункт, который можно выполнить прямо здесь и сейчас. Новые эмоции и чувства маленькой победы обязательно вдохновят вас на новые свершения. Помните, главное – начать. Пункт номер три. Общение с близкими. В ритме современного мира каждый из нас чем-то напоминает хомячка в колесе. Независимо от того, чем мы занимаемся, каждый из нас куда-то спешит и находится в круговороте событий. Порой в этом калейдоскопе из учебы, работы и обязанностей не остается времени на самое важное – общение с близкими людьми. Используйте размеренность январских дней, чтобы по максимуму провести время с семьей и близкими. Встречайтесь с друзьями. Январь – прекрасное время для того, чтобы дать жизнь новой традиции. Например, устраивать посиделки с подругами каждую последнюю пятницу месяца. Пункт номер четыре. Займитесь собой. Проявлять любовь и заботу о себе можно абсолютно по-разному. У каждой из нас свои обстоятельства и возможности, но поверьте, что вариант найдется у всех. Это может быть курс массажа в салоне или самомассажа дома, который вы так много раз обещали начать. А может, настало так и время разобраться со своим КБЖУ и начать делать зарядку по утрам? А что насчет того, чтобы освоить фейсбилдинг или записаться на курсы по самостоятельному макияжу? Вперед на пути к лучшей версии себя! Пункт номер пять. Побари свой страх. Нет, в клетку со змеями мы заходить не будем предлагать, но, как показывает жизнь, у многих из нас страхи совершенно не связаны с экзотикой. Кто-то боится звонить незнакомым людям, кто-то испытывает страх перед всем новым и сидит в плену собственного консерватизма, а кто-то до смерти боится одиночества, насильно привязывая себя к людям, которые его не ценят и делают несчастным. Новый год – прекрасный повод сделать уверенный шаг навстречу своему страху. Поверьте, такая победа над собой вдохновит вас на новое свершение, задаст правильный тон и ритм каждому дню будущего года. Олег, согласись, что многие сейчас сидят за телефонами, ноутбуками и также не замечают, что творится вокруг. Согласен с тобой, Эгуль, и хочу заметить, что, к примеру, раньше, когда не то что телефонов, даже не было электричества, люди устраивали поэтические вечера, ходили на балы. И поэтому мы решили возродить то прекрасное старое. И прямо сейчас прекрасный поэт Сергей Быков прочтет необыкновенное стихотворение. Доброе утро, дорогие уральцы! Как известно, уральская земля богата талантами. И довольно часто случается так, что поэтами становятся вполне обычные люди – бухгалтера, летчики, преподаватели. Но главное здесь, наверное, не мастерство, а душа и искренняя любовь к своей родине. И сегодня я хотел бы прочесть стихотворение замечательного преподавателя, удивительной женщины Покатиловой Лидии Яковлевны. Которая предоставила мне такую возможность самому познакомиться с ее творчеством и показать его вам. Стихотворение «Маленький гармонист». Как-то раз в деревеньку степную, Всего в двадцать небросских домов, Где живут старики да старухи, На каникулы прибыл внучок. Трудно ехать. Дороги плохие, Все каналы, да кочки, да пни. Не видали дороги асфальта, А теперь и совсем заросли. Сколько лет промелькнуло не звука, Очень редко сыночек писал. А теперь вот увидели внука, Он ведь здесь никогда не бывал. Сын привез дорогие подарки, Колбасу и сгущенку и сыр, А внучок на скамейку гармошку Аккуратненько так положил. Загорелись глаза у дедули, А бабуля смахнула слезу. Вот порадовал внучек, Спасибо, Вот теперь соберем всю родню. И под вечер присев на скамейке, На плече закрепив ремешок, Заиграла гармонь звонкой песней, И ожил деревенский народ. Пели люди любимые песни, Все, что знал, что умел внук играл, Перед бабушкой, дедом и всеми Он свой первый экзамен сдавал. Дорогие друзья, не забывайте своих родных и близких, Берегите их и звоните им почаще. Рубрика «Женские секреты», Которая раскроет небольшие тайны. Сегодня с Маргаритой Малдаковой мы обсудим очень интересную тему, Как же распланировать свою жизнь. Маргарита, подскажите, пожалуйста. Но у нас очень много аспектов в жизни. Часто мы в своей жизни действуем однобоко. Либо хотим создать семейные отношения, Если девочки не замужем. Или если вы замужем, у вас нет детей, Вы думаете только о том, Что вам надо родить ребенка. Либо если у вас с деньгами не очень, То вы думаете всегда о деньгах. Нет. Важно, чтобы баланс был во всем, Чтобы мы развивались гармонично, Чтобы какие-то сферы жизни в нас не провисали. Конечно же, для женщины и вообще для всех важен внешний вид. Это первая сфера нашей жизни, В которую надо вкладывать время и ресурсы. Внешность заключается не только в нашем внешнем виде, А то, что мы еще вкладываем. Это необходимо ходить в фитнес-клубы, В спортзал заниматься, Либо плавать, совершать прогулки, Какие-то процедуры косметологические обязательно включаем. Салоны красоты, да, Это все-все мы должны внести в свое, В планирование своей жизни. А вот, также надо подумать и о своей женской мудрости. Что включает в себя женская мудрость? Женская мудрость – это наше самообразование. Сейчас кто-то смотрит передачу, Уже, ну, закончили высшие учебные заведения, школы, И забыли о том, что надо постоянно развиваться. А развиваясь, постоянно обучаясь, Мы остаемся долго-долго молодыми. Также важно не забывать о семейных ценностях, да, В планировании своей жизни, Если это планы вы прописываете на год, Обязательно пропишите то, что вы хотите сделать в доме. Может быть, вы хотите сделать ремонт, Либо поменять дизайн, там, купить новую картину. Вот эти все аспекты надо всегда учитывать В планировании своей жизни. Также необходимо выделить время и на свое здоровье. Если подходит период, что вам надо обследоваться, да, Пройти какие-то, ну, обязательные медицинские обследования, То, конечно же, пройдите. Даже если у вас со здоровьем в данный момент все нормально. Не забывайте об отношениях. Отношения все-таки это важная сфера нашей жизни. Отношения как партнер, в паре, да, мужчина-женщина, Так и партнерские отношения. Это в бизнесе, на работе. Важно эту сферу развивать. Также очень полезно заниматься трансформационными практиками, Которые меняют наше мышление, Выводят из зоны комфортно. Потому что когда мы остаемся в зоне комфорта, Живем как обычно. Утром встали на работу, Вечером пришли, кушать, приготовили сериал, Посмотрели и спать, да, такой день сурка. Нет, надо постоянно выходить из зоны комфорта. Надо постоянно искать новые виды отдыха, Новые общения, ездить куда-то, Путешествия, отдых, это незаменимая часть нашей жизни. Поэтому это надо обязательно все планировать. Также важно женщине мечтать, да, Чтобы расширять, так сказать, свое внутреннее пространство, Важны нам мечты. Очень важно просматривать свое окружение время от времени. Если в вашем окружении нересурсные люди, То лучше уменьшить общение с ними, Если невозможно вообще, да, Отделиться от них, так скажем. И еще одна из важных сфер в нашей жизни – Это духовное развитие. Это чтение священных писаний, Это посещение святых мест, да, Когда мы ходим в церковь, Когда мы ходим в мечеть. Это очень важный аспект нашей жизни. И часто вот, я так быстро пробежала сейчас по всем аспектам, Часто мы забываем о чем-то, На что-то больше направляем свой взор. И куда мы направляем свое внимание, Те сферы жизни у нас и расширяются. Важно, чтобы мы гармонично развивались во всех сферах жизни. Спасибо большое, Маргарита. Я думаю, что ваши советы помогли многим нашим телезрителям. Дорогие телезрители, по вашим многочисленным просьбам Мы продолжаем знакомить вас с итальянской кухней. Ну а более подробнее в следующем сюжете. Дорогие телезрители, я начну вас знакомить с итальянской кухней В самом настоящем ресторане «Мама Мия». Сейчас мы находимся в итальянском ресторане «Мама Мия» И попробуем ознакомиться с меню. Спасибо. Меня заинтересовало блюдо под названием «Фетучини». Вот его и попробуем заказать. Спасибо. А будьте так любезны, пригласите шестового. Здравствуйте. Здравствуйте. Роберто. Очень приятно. Очень приятно. Будьте так любезны, расскажите о данном блюде. Поподробнее. Это блюдо очень-очень лекарное. Домашнее. С соусом из оливки масла, чеснок и красный овец перец. То есть эта паста готовится из... Да, да, да. Сам, сам. С мукой из Италии и яйца. То есть, насколько я понимаю, мука привозится из Италии. Да, да, да. А также оливковое масло. Оливковое масло, парнезан, моцарелла. Все из Италии. Интересно и интригующе все-таки. Давайте я попробую это замечательное блюдо и оценю, насколько оно замечательно в этом шикарном и замечательном ресторане. Как говорят жители в Италии, велисти мы очень вкусно. Ну а на сегодня у нас все. Ведь уже завтра наступит новое утро. Мы обязательно встретимся здесь, у нас в студии. Доброго утра. Всего вам самого хорошего и отличных новостей. Улыбок и до скорых встреч. Сегодня у овнов есть вероятность многочисленных разногласий и столкновений. Старайтесь не реагировать на все происходящее слишком эмоционально. Сегодня же тельцам придется посвятить большую часть своего времени семье и решению семейных проблем. Вечером гороскоп обещает вам приятный сюрприз. Скорее всего, это будет встреча с человеком, которого вы давно уже видели. Сегодня близнецам придется взять на себя роль учителя. Возможно, придется передавать знания новым коллегам по работе. Будьте готовы проинструктировать по всем тонкостям профессии. В этот же день в жизни рака ввозит много неприятных мелочей. Начиная от раздраженных коллег, заканчивая болезнями и простудами. Техника может отказывать в самый неподходящий момент. Львам захочется побаловать себя приятными сюрпризами. Можно позволить тебе дорогую покупку, не думая о последствиях. Сегодня же девам может потребоваться профессиональная помощь юриста. Возможно, в вашей жизни появится проблема, которую не решить без профессиональной поддержки. В этот день весам не следует жертвовать всем ради каких-то окружающих людей. Вероятно, ваши жертвы не будут оценены и вас даже не поблагодарят. Тактично отклоняйте любые просьбы о помощи. Сегодня скорпионы могут быть разочарованы в своей личной жизни. Возможно, вы потратили много сил и времени на какого-то человека. Но он не оправдал ваши ожидания. Сегодня окружающие люди будут без раздумий предлагать вам свою помощь и поддержку. Так что у стрельцов есть вероятность знакомств с гражданином другого государства. Козероги смогут расширить горизонты своих знаний благодаря новому интересному знакомству. Есть вероятность знакомств с людьми и нового государства. Сегодня водолеи могут потратить все свои силы и ресурсы на работе. Даже вечером вам не удастся отдохнуть. Кому-то из близких потребуется ваша помощь. Сегодня на плечи рыбы может упасть ответственность за руководство. Однако коллеги наотрез будут отказывать работать под вашим командованием. Редактор субтитров А.Семкин